Здравствуйте! Недавно к нам обратились и задали интересный вопрос. А дает ли гражданский брак право на недвижимость на НЖТ совместно? Рассказываем. Гражданский браком в обиходе называют семейные отношения, не зарегистрированные органами ЗАГС. К сожалению, Семейный кодекс Российской Федерации не приравнивает такой союз к официальному. Следовательно, статья о возникновении совместных прав супругов на все приобретенное в браке имущество не распространяется на сожителей. При расставании официально не зарегистрированной пары вся недвижимость остается в собственности того лица, на кого она была куплена и, естественно, оформлена в период брака. Приобретая дом или квартиру, официально не зарегистрированные супруги могут сразу оформлять долевую собственность, уточнив размер доли, выделяемой каждой стороне. Тогда впоследствии один из партнеров сможет оспорить право на недвижимость в суде. Для этого необходимо документально обосновать факт введения пары совместного хозяйства с помощью свидетельских показаний соседей и друзей. Кроме того, сторона должна подтвердить свое участие в расходах на покупку оспариваемого имущества. В случае приобретения недвижимости за счет собственных средств следует представить бумаги, доказывающие участие партнера в оплате стоимости имущества, а также расходы по его содержанию и ремонту, например, чеки на стройматериалы, оплату ремонтных работ и платежки ЖКХ. Эти документы, а также свидетельские показания, подтверждающие факт длительной совместной жизни пары, помогут обосновать возникновение права долевой собственности на приобретенную в гражданском браке недвижимости. Напоследок необходимо ответить, что через суд вполне реально возместить не только часть средств, направленных на приобретение жилья, но и деньги, направленные на его улучшение, то есть ремонтные работы. Порядок взыскания и доказательная база, которую желательно собрать в этих случаях, будут практически идентичны. Если это видео было вам полезно, то ставьте нам лайки и подписывайтесь на канал. А если видео вам не понравилось, то поставьте дизлайк и напишите гневный комментарий.